Целую аллею рябин и берез в селе Пыкалово Рыбницкого района поломали и вытоптали неизвестные. Яна Раховская вместе с биологом Николаем Романовичем отправились на место событий и попытались спасти оставшиеся деревья. Подробности далее. Это сюжет двухгодичной давности, когда мы вместе с полусотней экоактивистов высаживали саженцы. Середина ноября. Холод никого не пугает. Трудимся целый день. А все ради того, чтобы через пару лет здесь зазеленела аллея рябин и берез. Но вот прошло время и реальность оказалась грустнее ожиданий. Береза. Да, то, что от нее осталось. То есть это наши, которые мы сажали тогда еще? Ну да, здесь других нет. То есть они бы уже были бы вот такие вот взрослые прекрасные деревья? Даже повыше. Слушайте, ну чьих это рук дело? Или копыт? Коровы, люди? Может быть и то, и другое. А еще и засуха. Потому что часть деревьев подсыхала. И береза в наших краях, она очень сильно страдает от недостатка влаги. Почему деревья погибли и кто их погубил, выяснять можно долго. Лучше попробовать помочь деревьям, говорит Николай Романович. Вот он уже приготовил пилу. Не для того, чтобы спилить остатки насаждений, а для того, чтобы вылечить пострадавших. Для того, чтобы его не обломали, может там корову пройти или цепью зацепить, или там нехороший какой-то человек. Мы подрежем сейчас вот этого деревца по почке. И из нижних почек вполне возможно, что все-таки пойдет дерево. То есть корень там остался, он живой. И мы сейчас будем проводить реанимацию в полевых условиях. Да, вот это так называемая посадка на пень. Вся работа на смарку, поэтому приходится и мне все переделать. Повышу вот здесь вот. Вот так? Да, да. Это будет мое деревце. Я уже не помню, какое было моим. Дубль два. Деревья эти очень нужны речке, которая протекает рядом. Это сухая рыбница. И она может в прямом смысле пересохнуть. Чтобы сохранить водность теки, чтобы она сохраняла свое наполнение, необходимо садить деревья. Во-первых, они выполняют функцию закрепления берегов. То есть берега не будут так подмываться. И будет полноценное разнообразие в самой реке. Это один плюс. Во-вторых, будет более плавный паводок. То есть леса накопляют в себе влагу и плавно ее спускают. Таких малых речушек, которые нужно спасать, в Приднестровье три десятка. Экоактивисты и волонтеры каждую мониторят. По весне и осени высаживают вдоль них саженцы. Пару недель назад были на речке Золотая в селе Валядынка. В Валядынке мы садили прямо в селе, прямо недалеко от частного домовладения, где будет постоянный за ними присмотр. И вот мы выбираем на места, чтобы было защищено. Здесь, к сожалению, так не вышло. Но, может, мы будем договариваться с местными. И будем проводить посадку здесь, потому что здесь деревья нужны. Николай Романович объясняет, если не будет малых рек, не будет и Днестра. Все они пополняют Днестр и водой, и речной живностью. Тем самым не дают превратиться Днестру в болото. Что же касается аллеи у сухой рыбницы, Николай говорит, что шансы выжить у нее есть. А значит, есть надежда, что и речка тоже выживет. Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСВ.